Фильм «Зеркало Тарковского». Фильм, который ничему не пытается учить, ни к чему не пытается склонять, а просто пытается вызвать у людей самые красивые чувства и самые красивые мысли. Рассчитан на ассоциацию людей. Какие мысли, какие чувства возникают у вас, когда вы смотрите этот фильм? Ну, я вообще-то по-другому его вижу. Это просто фильм, с помощью которого мне показали мою собственную жизнь, которую я просто не мог со стороны увидеть. И каждый мог увидеть свою собственную жизнь. Вот почему, выйдя из кинотеатра, людям очень трудно было даже обсуждать фильм, потому что фильм был сделан так, что каждый мог думать совершенно о своем. Особенность этого фильма в этом и заключалась. Каждый увидел в нем свое. Вот что связано было с его собственной жизнью, то он там и увидел. И чем старше я становился, хотя я видел фильм один раз в жизни, я его помню. Помню все, что там было. Когда-то мы спорили с моими друзьями об этом фильме. Были разные взгляды. А прошло уже лет 8-10 после этого. И был одним из нас задан вопрос, совсем простой. Если ты можешь так подробно рассказывать, что ты видел 10 лет в фильме, который длился час или полтора, то значит фильм действительно какой-то совсем необычный. Но это как бы внешняя сторона дела. Но чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что это фильм о моей жизни, о жизни в моей стране. Вот совсем недавно. Простой случай. Обсуждение вопроса, совсем, казалось бы, к этому фильму не имеющего отношения. Есть космодром Плесецк. Есть республика Коми. На эту республику Коми после взлета ракет, которые запускают военные, баллистических, стратегических, других ракет, падают обломки сгоревших ступеней, баки, в которых было топливо, наконечники этих ракет, которые обеспечивают обтекание воздуха, прежде чем она выходит в космос. Люди пользуются этими обломками разными способами. Некоторые сдают их в цветной металл или в какой-то еще металл. Некоторые делают будки для собак. Некоторые украшают сарайчики или свои дома. Ну, посмотрите, разве эта картина не из этого фильма? Разве эта картина не из сталкера или из зеркала? Или можно съездить на Урал и посмотреть там, как живут в селах люди по берегам реки, в которую спускают ядерные отходы, например, с заводов, которые их перерабатывают? Что там происходит? Как люди сначала берут траву, бьют себя по руке, и если волдыри не появляются, гнойные волдыри, тогда дают теленку. Потому что нет другого способа узнать, а ядовитая это трава или нет. Можно много рассказывать о том, как людей в нашей стране охватывает страх, потому что начальник косо на них посмотрел. Чехов писал. Много кто писал про 30-й год, 37-й год. Но фильм-то был сделан в середине 70-х. И увидели мы там это впервые. Как люди боятся, как люди живые, как люди боятся мечтать, как люди все равно мечтают, как все равно все меняется, как людей пугают, китайцами, например, или еще чем-то. Это тогда было очень свое время. Вот о чем фильм. Фильм о вашей, о нашей, о моей, о твоей жизни, которую ты сам не видишь. Просто потому что сам в ней участвуешь. Но как без зеркала ты не видишь свои уши, так без этого фильма ты не видишь свою жизнь. Но сделать это так, чтобы увидели себя все, и каждый увидел свое, вот это и есть Тарковский. Хотелось бы знать ваше мнение о советском кино, о традициях советского кино. И почему сейчас, на ваш взгляд, такое запустение в кинографическом хозяйстве? Ну, сначала я хочу рассказать вам о том, что у всех было такое впечатление, что как только разрешат делать все, что хочешь, появится просто бесконечная череда шедевров, все гении выйдут на арену, и просто оказалось совсем ничего такого. Оказалось, что те, кто гений, и у кого есть шедевры, те и были, и раньше. А те, кто нет, так оно и нет. И как раньше талантливым людям далеко не все и всегда давали сделать, так и теперь. Людям, уже давно доказавшим, что они талантливы, людям, давно доказавшим, что они часть российской культуры, и сейчас не дают по другим причинам, другими способами не дают что-то сделать. В этом смысле мало что изменилось-то. Поэтому многое плохое, что сказано о советском кино, я не буду повторять. Это любимое дело. Я просто скажу, что есть миллион людей, которым очень интересно все, что было тогда. Интересно, как части собственной жизни. Причем не только людям, которые живут в нашей стране, но еще и людям, которые живут совсем даже не в нашей стране, но которые в то время имели отношение к нашей стране, любили, не любили ее, воевали с ней. Ну, я имею в виду во время Холодной войны. Это часть их жизни. Это относится напрямую к ним. Ну, а кроме того, я ведь не открою большого секрета, что по-настоящему, по-настоящему переданные чувства и переживания людей, они ведь хоть в советском, хоть в российском, хоть в американском кино, если это настоящее, оно и сохраняется. А в советском кино работать было трудно, потому что в советском кино, чтобы сделать что-то настоящее, нужно было сильно стараться, но сильно, потому что была цензура, потому что давили, потому что была такая специфическая номенклатурная конкуренция, потому что были дочки, дядьки, сыновья, сыночки и всякое прочее. И не только у художественного цеха, но и у членов ЦК там конкуренция была жесткая. Поэтому намыть из советского кино, вот как золотой песок намывают, это непросто, но можно. Можно, и будет настоящее золото. Настоящее золото. Потому что показывать живых, чувствующих, болеющих людей в каталитарной системе надо быть особым талантом обладать. И надо быть особым человеком. Вот что я могу вам рассказать хоть про какое кино, хоть про советское, хоть не про советское. Не говоря уже о том, что просто для миллионов людей это просто часть их собственной жизни. Последний вопрос, Григорий Алексеевич. Как вы считаете, что можно сделать и нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию в российском кино? Ничего я не знаю, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в российском кино. Голову надо изменить. Вот и все. Что тут? Чего, блядь? Какие головы есть, такое и кино. Есть Хуцеев, есть кино. Нет Хуцеева? Нет этого кино. Есть белорусский вокзал, есть кино. Нет белорусского вокзала и нет этого кино. Чего я могу сделать? Ничего не могу я с этим сделать. И никто ничего не сможет с этим сделать. С головой чего сделаешь? С ГОНЕЦ Продолжение следует...